Добрый день, дамы и господа! Сегодня я хотела вам рассказать про свой опыт работы в магазине обуви. А я работала много где, в том числе и в магазине обуви. Назвала я видео, что бестит продавца обуви. На самом деле, ну, бестит, может быть, это слишком громкое слово. Скорее, для красного словца, для красивого названия. Но, тем не менее, вот есть очень много моментов в работе продавца вообще, в частности, в работе продавца обуви, которые, ну, так скажем, не совсем такие, как кажется, когда вы устраиваетесь на эту работу, и вы думаете, что вот она будет, вы будете работать и делать что-то, что вы думаете, на самом деле, в результате, как бы, есть очень много нюансов, которые, ну, мягко говоря, вас удивляют. Потом, когда вы начинаете работать, и вы понимаете, что все не совсем так, как вы себе представляете. Но давайте перейдем уже к делу. И, во-первых, я хочу сказать, что если вы думаете, что придя на работу утром, вы приходите, такая вот вся красивая, в красивом платье, встаете за прилавок, стоите, и, в общем, как бы, в этом заключается ваша работа, то, на самом деле, это не совсем так. Хотя бы для начала, потому что я работала, у нас был очень большой магазин, ну, очень большой магазин, и у нас был каждый день, у нас была новая доставка обуви, новые, так сказать, поступления. И мы приходили на работу часа за два до открытия магазина. Приезжал к нам большой такой грузовик, весь набитый коробками с обуви, причем не коробками по отдельности, а это были огромные-огромные тяжелевые коробки, которые были наполнены же коробками с обуви, например, там, по 20-30 штук. И вот все эти коробки разгружались к нам на склад. Потом мы со склада должны были перетащить эти коробки в сам магазин, в помещение магазина. Эти коробки открывались, в каждой оказывались, значит, каждая оказалась наполненная коробками с сапогами, туфлями, там, спортивной обувью и так далее. Мы должны были все это вытащить, а коробки эти были очень тяжелые, потому что вы можете представить коробку, в которой находятся 30 коробок с обувью, например, да? Это довольно такие весомые коробки, они были грязные, ну, пыльные, знаете, они стояли где-то на складе, и, в общем, пока они до нас доезжали, естественно, они становились чище. И мы должны были их вытащить со склада в помещение магазина, найти им место, найти этим новым коробкам, значит, место, потому что у нас магазин делился на отделы. Это был, допустим, отдел сапог, отдел ботинок, отдел нарядной обуви, балеток, спортивной обуви, там обуви на каждый день и так далее. И все это менялось и передвигалось в зависимости от сезона. Зимой выставлялись вперед сапоги, к Новому году выставлялись вперед, например, туфли нарядные, после Нового года выставлялись вперед спортивные обуви, потому что у нас в Канаде такая, знаете, есть мулька, что после праздников, после Крисмаса и Нового года все ударялись в похудение, потому что нажирали себе попы и животы за время выходных, каникул и праздников и так далее. И все кидались с 1 января заниматься спортом, поэтому после Нового года в начале января в период магазина выставлялась обычно спортивная обувь, потому что она пользовалась самой большой популярностью. Вот такой вот нюанс. Эти коробки, которые мы получали, мы должны были каждую коробку открыть, вытащить из нее, значит, содержимое, открыть, посмотреть, что там внутри, найти место в соответствующем правильном отделе, значит, если это сапоги, сапоги к сапогам, балетке к балеткам, лодочке к лодочкам, найти подходящее место, значит, всунуть вот эти вот новые коробки в свободное пространство, которое не всегда было, потому что в магазине было всего очень много, он был набит, и, в общем, надо было там что-то подвинуть, расчистить, освободить место. В общем, это были такие манипуляции, довольно нелегкие, физические, такие непростые. Короче, это было непросто, это занимало часа два, уже такой физической работы, перед тем, как вообще мы открывали магазин, и к нам приходили покупатели. После этого, это была такая, знаете, утренняя спортивная зарядка, никакого спортзала не надо было, потому что вот эти утренние таскания коробок, они, в общем, физически достаточно были тяжелые. Потом открывались двери в магазин, приходили покупатели, вечер переставал быть томным совсем, потому что физически тяжелое утро с перетаскиванием коробок, это не самое тяжелое, потому что иметь дело с людьми, это тоже довольно непросто, это физически тяжело, но очень тяжело ментально. Потому что люди есть разные, люди есть всякие, у всех свои какие-то, скажем так, странности, заморочки, и, в общем, характеры разные у людей. Поскольку мы были, так сказать, обслуживающие фактически персонал, ну что такое продавец? Продавец это тот, кто обслуживает покупателя, и, естественно, как в любой обслуге, мы должны были быть очень вежливы, очень корректны, улыбаться, создавать хорошее настроение и так далее, ни в коем случае никому не хамить, ни в коем случае никого не оскорблять, не обижать, боже упаси, за это увольняли вообще вот так, вот без суда и следствия. Естественно, мы должны были вести себя очень вежливо, и, так сказать, любой каприз за ваши деньги, что называется, мы должны были как бы, ну вот, ублажать покупателей, ну, в хорошем смысле, в правильном смысле этого слова, несмотря ни на какие там капризы, придурья и так далее. То есть мы не имели права показать свое отношение, если человек вообще дурил вытворял вообще бог знает что, мы, тем не менее, продолжали, да, улыбаться и делать вид, что все хорошо, все прекрасно. Это непросто. Значит, было несколько моментов. Первый момент, естественно, у нас был очень большой магазин по площади, и вот человек, допустим, приходит и хочет померить какую-то обувь, он достает коробку, достает свой размер, значит, надевает туфлю себе на ногу. Ну, естественно, человеку хочется немножко проверить ее, походить туда-сюда, посмотреть, удобно-неудобно, подходит-не подходит, это все понятно, естественно, все само собой разумеется. Но люди умудрились вот в этой вот одной туфле, значит, оббегать полмагазина, потом где-то через два километра от того места, где стояла эта пара, где дамочка на себя одела эту туфлю, она решила, что ей эта туфля не подходит, она, естественно, ее скидывала с себя абсолютно, так сказать, где она находилась, совершенно в другом углу магазина и, значит, бросала ее там и, значит, надевала свою туфлю, в которую она пришла и уходила, значит, к следующей коробке, то же самое она производила с другой паровой, и с третьей, с четвертой, с десятой. Мы, как став, ну, как работники, наша обязанность, конечно, входила в течение дня обходить магазин, подбирать вот эту всю разбросанную обувь, находить место, где она лежала, находить пару ее и коробку, где ее взяли и, значит, вернуть ее, так сказать, на место. Я должна сказать, что найти, вот, я вижу, лежит туфля, я, значит, начинаю с ней ходить по магазину и искать, собственно, откуда же ее вытащили, а у нас были тысячи паровой, просто, ну, как бы я много чего помнила, но поскольку каждый день был новый шип, мы новые товары приходили, то запомнить абсолютно невозможно было, все наизусть, где что лежит, особенно, учитывая там, то, что новые вещи, мы получали новую обувь каждый день. И вот километры надо было наматывать с этой туфлеши, найти, так сказать, ее, и не я, не ее, так сказать, маму и папу, лево и право, откуда же, где же она находилась, из какой коробки ее вытащили. И вот такие вот, можно сказать, горы вот этой вот обуви, которая разбросана была по всему магазину, которые таскали тетеньки на себе, значит, и потом, в конце концов, решали где-то, что она им не подходит, и они бросали, так сказать, ее где попало. Но я вам хочу сказать, что я, конечно, понимаю, что человек, который там примерил на себе обувь и решил, что она ему не подошла, он, ну, конечно, он теоретически не должен тащить ее назад в тот угол, где он ее взял, чтобы положить в правильную коробку. Но для меня была загадка, почему, во-первых, это была всегда одна туфля. Потому что, если бы это было две, допустим, вот человек хочет померить, да, он одевает две туфли и бегает, проверяет, если она ему подходит. Но это всегда была одна туфля. Вот почему всегда было одеть обе и вот в ней как бы ходить по магазину и смотреть, подходит она ему или нет, я этого никогда не понимала, потому что, на мой взгляд, нужно мерить обе туфли, чтобы понять, она вам подходит или нет. Хотя, в общем, у всех разные привычки. Вот. И почему же так далеко, вот прям так далеко убегать в самый другой конец магазина. Ну, я понимаю, конечно, но можно было сходить туда-сюда и вернуться к тому месту, где вы взяли эту туфлю, бросить ее возле тех коробок, в которых они находились. и, естественно, так сказать, предъявить мы ничего не могли, потому что это право любого человека, вот взять эту пару, пару, туфлю из пары, закинуть ее куда угодно, в другой, вообще, угол магазина. Естественно, это наша обязанность была находить, откуда она была взята и вернуть ее в правильный, так сказать, в ее домик, в ее коробку. Но это бесило, конечно, это очень раздражало и, в общем, неприятное дело. Значит, еще один момент, который я никогда не могла понять, это то, что люди, вот как будто бы, знаете, такое ощущение, что люди совершенно не понимают, не знают, что им нужно. И вот эта вот манера покупать-сдавать, покупать-сдавать, это как бы, ну, вообще, для меня это просто была всегда загадкой, как человек может настолько вообще не понимать, что ему нужно, нужно ли ему, хочет, что он хочет, что он любит, что ему нравится, что ему не нравится. Сейчас я объясню. Дело в том, что у нас в Канаде вот покупка и сдача любых товаров в любом магазине, это как бы дело очень простое. Вот вы купили, вы пришли домой, померили, вы купили юбку, кофту, там, пальто и так далее, вам не понравилось, вы на завтра или там через неделю или через месяц, в зависимости от политики магазина, вы можете все это назвать, естественно, если это новое с этикеткой, ну, не всегда, конечно, но теоретически надо было, это должно было быть новое с этикеткой. Вы всегда можете это принести в магазин, сдать, если у вас есть чек, вам вернут деньги или там на карточку переведут. Очень часто, если это больше того срока, когда можно сдавать вещь, то вам вернут в store credit, что вы можете его использовать. Так вот, вот эта вот манера покупать, сдавать вещи, которые вам совершенно не нужны и вы совершенно не собираетесь их носить, она очень здесь, как бы, это такой спорт. Вернее, знаете, как человек, вот я сама, честно говоря, иногда так делаю, потому что я не могу решить, что мне лучше. Допустим, я две кофточки хочу в магазине, примеряю, мне они обе нравятся, я не знаю, как вы купите. Я думаю, а, я принесу обе, а там посмотрим. Я прихожу домой, смотрю, что у меня есть, нахожу, что у меня такого же цвета уже есть три кофточки, нафиг я ее покупала, я ее несу назад, но иногда не несу, оставляю обе, это тоже, кстати, вот этот момент, потому что люди покупают, потом ленись тебе сдавать, и они их оставляют. Вот на это, собственно говоря, все это и рассчитано, вот эта легкость сдавания вещей назад в магазин. Так вот, что касается обуви, меня поражала, поражала способность некоторых людей, а это были одни и те же люди, вы понимаете, если бы это были разные люди, я бы как бы сказала, ну-ки, и бывает, но когда это был один и тот же человек, который на протяжении, допустим, вот в течение недели, раз в неделю, как обязательно приходила женщина, одна и та же женщина, и таких женщин было много, которая покупала 10 пар обуви, потом на завтра она приходила и сдавала все. Фантастика, знаете, то есть я могу понять, если это случилось один раз с человеком, я могу понять, если это случилось там с тремя парами обуви, я могу понять, если это случилось два или даже три раза, но когда вот, как регулярно, мы знали уже этих людей, мы знали этих женщин, регулярно, раз в неделю, она приходила в магазин, и она покупала горы обуви, а потом она через день или через два приносила все назад, сдавала все назад. Новенькая, не ношенная, естественно, не тронутая. И, знаете, ну, не могу сказать, что меня это раздражало, меня просто это удивляло и поражало, потому что, насколько человек, ну вот, что это, это нормальное, как бы, ментальное состояние у человека, или как? То есть, если человек может прийти в магазин, накупить кучу обуви, он же это делает по какой-то причине, потому что она ему нужна. Или это такая болезнь, или это какой-то фетишизм, или что? Я не могла этого понять, но были у нас такие люди, она была не одна, их было, в общем, ну, мы их знали уже, лицо, мы, конечно, виду не показывали, всегда с улыбкой все принимали назад, я даже с улыбкой продавала ей это все, зная, что она через два дня придет это все назад, но, тем не менее, вот существовала такая, вот существует такая, как бы, порода людей, которые, я думаю, что они тоже самое делают в обычных магазинах, не только в обувных, еще я вам хочу сказать, что меня это поражало, потому что обувь это довольно громоздкая вещь, особенно обувь с коробками, и, то есть, человек покупает, там, 5-6 пор обуви, дотащить ее до машины, хотя бы, понимаете, потом притащить это все назад, потом в следующую неделю опять, то есть, что, почему, я не знаю, может быть, какие-то там, человек сделал фотографии для инстаграма, или там, не знаю, в общем, какие-то, в общем, такие вещи, но, но, тем не менее, вот, были такие люди, она не производила, это женщина, и несколько женщин, впечатления, каких-то инстаграмных дам, которые, или там, у нее там, может быть, она дизайнер, и она там, эти вещи покупает, это обувь для каких-то съемок, для своих клиентов, или что-то такое, это были такие, знаете, очень простые, на вид тетеньки, среднего возраста, маловероятно, что они какие-то были инстаграмные дивы, или какие-то дизайнерши, которые там, обслуживали клиентов, хотя на вид никогда не знаешь, но, тем не менее, ну, вот, обычная тетка такая, знаете, среднего возраста, которая, ну, как бы, не производит впечатление такой модной чики, которая, пилит фоточки в инстаграм, поэтому ей нужно 10 паров, и каждую неделю, а, еще, была такая категория людей, которая очень любила спрашивать, советы продавца, что им купить, и это тоже, как бы, легит, это была наша работа, мы должны были давать советы, ну, должны были, но это нормально, как бы, продавец дает совет, у продавца часто спрашивает, что, что мне подходит, что лучше, что хуже, как вы считаете, это нормально, вполне, но была категория людей, которые, например, покупают подарок своей подруге, и спрашивают меня, а у нас была не только обувь, у нас были сумки, шарфики, там, какая-то немножко галантерия разная, в общем, и она, допустим, подходит ко мне, притягивает мне вот так вот две сумки, и говорит, я ищу подарок своей подруге, вот, как ты думаешь, какая сумка ей лучше подойдет? Я, меня всегда вставили в тупик такие вопросы, потому что человек, который знает свою подругу, не может решить, что ей лучше подойдет, она спрашивает человека постороннего, я понятия не имею, сколько лет ее подруги, как она выглядит, кем она работает, что она любит, что она не любит, какой у нее лайфстайл, какая у нее комплекция, что она любит носить, какие у нее там преференции в цвете и так далее, семейное положение, в общем, ну вот, все вот такие вот вещи, и меня как бы ставят в тупик вопросом, что вы думаете, какая сумка лучше подойдет, вот мои подруги. Естественно, я задавала эти вопросы, там, например, как выглядит ваша подруга, сколько ей лет, кем она работает, какое у нее семейное положение, и ответы тоже меня ставили в тупик, потому что на вопрос, как она выглядит, ответ был такой, ну, она такая среднего роста, брюнетка, ну, такая обычная, а сколько ей лет, она среднего возраста, дама, там, столько же, сколько мне, окей, а что она любит, какие у нее преференции, вот, в моде, какой у нее стиль в одежде, да, обычный такой, знаете, никакой, вот она такая обычная женщина, у нее никаких стилей, такого особенно нету, любит она такие обычные вещи, в общем, ничего такого, ну, окей, обычная женщина, обычно в внешности, с обычным стилем, я понимаю, что, допустим, розовую сумку со стразами в перьях, мы покупать не будем, в подарок, но мне как бы предлагалось, как правило, там сумка черная, сумка бежевая, совершенно такие одинаковые стили, похожие такие обычные сумки, и я начинала спрашивать, вы хотите сумку и для лета, для зимы, и так далее, ну, в общем, ответы, в общем, были такие, что понять, что, что действительно человеку нужно, и что человек любит, было совершенно невозможно, и, естественно, выбор парал просто вот методом тыка, и я говорила, вот, вот эта вот сумка, ей будет хорошо, и человек совершенно удовлетворялся, потому что я понимаю, что ей, на самом деле, не нужно было ответ на ее вопрос, ей просто нужно, чтобы кто-то за нее выбрал, потому что человек не может сам выбрать, поэтому он подходит продавцу и говорит, ну, типа, сделай выбор для меня, за меня, но на самом деле, как бы, меня это удивляло, потому что, если человеку вот так вот все равно, то есть, если она кому-то доверяла выбор подарка для своего друга, для своей подруги, так, ну, купи уже что-нибудь, действительно, тебе же так пофиг вообще совершенно, ну, возьми любую сумку из этих, зачем надо стоять полчаса, меня мурыжить, и спрашивать мне эти все вопросы, рассказать эту историю про свою подругу, то есть, понятно же, что тебе совершенно не важно, вот, и понятно, что ей просто нужно было, вот, чтобы ей тыкнули на, на какую-то сумку, и она ее покупала, как правило, тыкала я совершенно на свой вкус, опять же, по вкусу подруги, я не знаю, поэтому, вот, я тыкала на то, что мне нравится больше, как правило, мне не нравилась ни одна, ни вторая, потому что, как правило, такие женщины выбирали что-то, что совершенно не подходило, вот, мне абсолютно, я бы не купила ни одно, ни другое, но я так, знаете, эники-бэники, и выбирала какую-то сумку, и она довольная, такая счастливая уходила, как бы, вот, ну, окей, я сделала свою работу, но это действительно было так странно, смешно, и не очень понятно мне, зачем вообще все это нужно было, еще была категория людей, которая, знаете, вот, было совершенно видно, что человек пришел в магазин, ему ничего не надо, человеку делать нечего, она пришла, значит, и ей хочется понамерить там всякой обуви, ну, просто ради удовольствия, ради фана, окей, ради бога, но, значит, человек при этом должен был, вот, заставить продавца на нее работать, вот, она приходила, и она вставала возле, значит, какой-то, какой-то ряда обуви, и начинала мерить, и звала меня, и говорила, а, у вас есть вот, этот размер мне не подходит, можно другой, причем у нас была такая система, что у нас, значит, обувь вся стояла в коробках, и, все размеры стояли, вот, по очереди, там, начиная с пятого, пятый, шестой, восьмой, девятый, там, самый большой внизу, самый маленький наверху, стояли эти коробки, то есть, большие такие были приклеены стикеры с размером, то есть, не увидеть, какой размер в коробке лежит, это надо было уметь, и вот она, значит, стоит возле этого, вот, возле этого, вот, сток вот этих вот коробок, значит, и говорит, найдите мне, пожалуйста, размер восьмой, я, значит, говорю, хорошо, значит, у нее на глазах, вот так вот достаю восьмой, обувь восьмого размера, и говорю, вот, пожалуйста, она говорит, значит, она меряет, и говорит, нет, это мне что-то маловато, мне нужно восемь с половиной, найдите мне, пожалуйста, восемь с половиной, и точно так же у нее на глазах, рядом с ней, значит, я вытаскиваю следующую коробку 8,5, то есть она сама вот эту процедуру произвести не может ей нужно, значит, чтобы это сделала продавщица, которая танцует вокруг нее танец бубном, и тогда она почувствует себя человеком наверное а потом, значит, она говорила так, у вас есть такие же туфли только сиреневые я говорю, да, а они, значит, вот стоят вот стоит, значит красная туфля, вот стоит белая вот стоит сиреневая, я говорю, вот, пожалуйста, сиреневая вот сиреневая, такие же, да о, замечательно, прекрасно, а у вас есть они восьмого размера? я говорю, да, вот, пожалуйста вот они стоят, вот 5, 6, 7 8, вот 7, а вы не можете мне, значит принести? могу, значит, на расстоянии я делаю шаг протягиваю руку, вытаскиваю ей, значит, даю она, значит, применяет и говорит о, что-то мне не подходит, а 8,5 такой есть, я, значит, ей тут же, значит то есть, вы понимаете, да о чем я, то есть человек приходит и начинает тебя гонять, значит не то, что же гонять, я стою возле него она начинает тебя инволв, так сказать, чтобы ты поприслуживала ей, потому что ей вот хочется, чтобы кто-то ей, значит подал эту коробку открыл и дал и дал ей, значит, эту туфлю а дело в том, что у нас магазин не был такой знаете, какой-то бутик, шикарная обувь или что-то такое, был очень обычный простой магазин там была разная обувь, хорошая, плохая, подороже, подешевле были, кстати, очень дорогие но были и простые, подешевле модели и это не был магазин лакжери, в котором ты сидишь и тебе продавец приносит обувь и надевает тебе ее на ногу значит, это другой был тип магазина магазин, в котором люди сами себе брали обувь и сами себе, значит сами мерили ее, потому что мы не получали деньги за то, что я обслужив кого-то значит, человек купит и я получаю проценты от продажи нет, ни в коем случае мы получали нашу зарплату, у нас не было никаких процентов то есть, я абсолютно была не заинтересована купить человек обувь или нет но, тем не менее, я назначила бы у вас все равно вести себя с невежливо потому что так принято здесь, но так сказать, это был не совсем тот магазин в котором тебе приносят обувь наливают тебе шампанское одевают тебе обувь на ногу видимо, в тот магазин дамы пройти не могла потому что стеснялась ей было неудобно она знала, что ее там, видимо, погонят погонят поганой метлой она приходила в наш магазин который был, в общем, магазин такой пролетарский мягко говоря и пыталась, значит, произвести все вот эти вот процедуры значит, с нами чтобы вокруг нее танцевали, плясали как правило эти дамы ничего не покупали мы уже, как бы, я уже тоже знала что это человек, который ничего не купит человек, который покупает он приходит, меряет, берёт tę коробку идёт на кассу а вот человек, который начинает вот эти вот все по Фокусу про делу по спективе и последнее последнее Это то, что в магазине везде стояли камеры Это был очень неприятный момент Потому что камеры стояли как от покупателей Следили как за покупателями Чтобы они ничего не воровали Также и за нами, чтобы продавцы ничего не воровали Потому что вы удивитесь, но есть очень много продавцов Которые тоже воруют из магазина И поскольку камеры стояли по всему магазину Мы не знали, где стоят камеры Нам никогда не рассказывали, где стоят камеры Они стояли на кассе, они стояли во всех углах магазина Они стояли у нас на складе Это было очень неприятно потому что это был такой момент, у вас было такое ощущение, что вам все время следят, то есть вы все время были, знаете, как под колбаком у Мюллера, и это не совсем приятно, потому что вы, даже если вы не делаете ничего неправильного и не делаете ничего плохого, то понятие, что за вами все время смотрят и наблюдают и записывают, и все эти пленки хранились, по-моему, там по нескольку лет, если человек что-то украл, и потом нужно доказать, что человек что-то украл, то вот эти вот записи, они все хранились не в магазине, а в хед-офисе, на складе где-то нашей компании, в которой я работала, значит, они всегда хранились, и вы понимали, что каждый ваш, так сказать, шаг, и все, что вы делаете, а самое ужасное, что вы не знали, где находится камера, поэтому вы не могли никуда от них спрятаться, даже не потому, что вы хотели что-то плохое сделать, а просто потому, что это неприятно находиться в серьезе под таким вот наблюдением, иногда хочется, там, ну, я не знаю, на супу ковыряться, или что-то еще, там, где-то что-то чешется, и вы понимаете, что, ну, на самом деле мы не очень обращали внимание на эти камеры, если я знала, что я не делаю ничего, ну, ничего противозаконного, так скажем, то я особо, ну, пускай смотрят, как я в носу ковырять, ну, ладно, да, или там, почесываю где-то себе что-то, из лога за это ничего противозаконного, это там здоровье, что называется, вот, ну, вот все, вот такой у меня рассказ, вот такой, такая у меня история, я хотела вам про нее рассказать, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам было весело, я надеюсь, что вы узнали что-то новое, смешное, интересное из моего видео, все, увидимся в следующем видео, пока-пока, люблю, целую, bye!